всем здорова народ с вами варчик в этом видео я вам покажу два интересных рейда на карте лес оба рейда будут происходить в одном и том же месте это хижина диких выход окраина слева у нас это хижина справа там дальше берег и лесопилка выхожу вначале на опушку здесь есть холмик и на холмике камень с этого камня хорошо можно посмотреть по сторонам смотрю влево вправо сначала там пару диких убиваю потому что они возле этой хижины тусуются жменями и просто рассматриваю окружение кто где ходит и просто валю пока что диких если по карте посмотреть то слева и справа по краю карты вокруг меня респаются остальные чувака поэтому моя позиция довольно таки опасная справа замечаю с берега двух чего кашников начинаю стрелять они меня заметили поэтому первому сразу навожусь на голову потому что стоял я легко и убил в голову ваншотом а вот второй довольно таки тяжело мне давался поскольку мне тяжело стрелять стандартной сенсой которая была в игре во втором рейде я уже поменял сенсу и стрельба будет намного проще а стрелять сложно почему потому что из аркадного прицела сенса 1 а в снайперском другая для меня это очень большая проблема поэтому во втором рейде уже все будет по-другому сенса будет одинаково и там и там я заметил двух этих челиков сразу первого ваншотного голову они оба в третьем шлеме третьего уровня в синим и в третьего уровня брони тоже синий челики оба примерно 40 уровня как потом оказалось когда я их начал лутать они просто странные они нереально странные в принципе весь рейд первый завязан вокруг них в принципе завязка уже развязалась это просто забей чуваки такого уровня очень много имеет опыта в игре поскольку чтобы набить 40 уровень нужно в ней много времени провести а у меня времени было проведено в игре как минимум в два раза меньше потому что уровень мой в два раза ниже так что я конечно говоря не эксперт в этой игре но выходить в третьего уровня броне с такими пушками которые были у них это бред они с собой взяли две м ки м41 и в принципе собрали их лишь бы как-нибудь лишь бы как-нибудь собрали там прицелы куда угодно у 1 вообще коллиматор сбоку там чё попало понатыкали это просто капец я забрал эти две м ки себе и взял себе одну положил в рюкзак потому что она там с корявым коллиматором непонятно торчащим куда а вторую я взял себе чтобы если чё в ближнем бою стрелять отправился к лесопилки и возле лесопилки здесь встретил так сказать засаду из нескольких диких что по поводу этих эмок эти эмки наверно по отдаче одни из самых приятных поэтому я себе их оставил одну уже собрал по сборке одного из жестко играющих стримеров принципе м ко мне понравилось вторую я еще не стал собирать она так и лежит с кривым коллиматором который сбоку торчит это как трофей над которым я всегда все время смеюсь когда смотрю на него здесь стреляет в меня бот стреляет этот дикий причем он как-то странно стрелял он что-то там идет тихо ничего не говорит и стреляет а сзади другой дикий увидите сейчас отдачи вообще никакой не было другой дикий стреляет мне в спину но перед этим он что-то там говорил в принципе все засада убита и дикие вокруг рип идем дальше в сторону выхода выход у меня аж на блокпост он это на другом конце карты в левой части карты ворота там принципе мне туда забираюсь на камень смотрю в какую сторону я буду идти есть там кто-то или нет какой-то там дикий лазит и челобот лазит рядом с ним стреляю я так себе потому что сенса еще та которая я говорю что мне неудобно с ней не знаю как можно выставлять сенсу в аркаде одну в снайперском другую для меня это вообще непонятно мне удобно чтобы сенса было одинаковое везде чтобы мне было привычно целиться с одной скоростью прицел чтобы двигался а когда в аркаде двигается прицел с одной скоростью а в прицеле с другой я такое не могу переварить поэтому первый рейд по стрельбе такое в принципе вот мы добрались до выхода получили две эмки получили еще положительные эмоции от двух синих чувачков вот в принципе все такая вот каточка такой вот рейдик довольно таки простой и легкий второй рейд который мы тоже будем рассматривать на этой же карте берег опять я появляюсь примерно в том же самом месте но чуть-чуть правее ближе к берегу здесь тоже кто-то мог появиться впереди меня из чвк потому что прошлый раз я где-то здесь и появлялся также еще левее дальше еще может человек появиться и еще вдоль забора правее за домом диких еще могут появиться люди поэтому я осматриваюсь и налево и направо потому что везде респы чвк слышу впереди стрельбу значит там респанулись чвк и они убивают ботов бота очень много возле этой будки диких возле хижины диких и я туда иду чтобы опять с этого холмика с камнями посмотреть что там происходит подхожу и в принципе чё я могу сказать что одар в принципе мне очень сильно понравился офигенная пушка нет у него автоматического режима стреляет по одному патрону зарядил я разные патроны один патрон больше на пробитие второй патрон больше на урон но пробитие имеет поменьше замечаю 2 чвк вдали 2 чвк вдали и сейчас тоже будет интересный момент я за ними наблюдаю жду когда они как-то подставиться остановится что-то там начнут делать или лутать или в общем тупить и смотрю за ними пока кто-то из них не остановится дам ему в голову потому что ну стрелять из-за одар довольно таки удобно и приятно один человек куда-то на камень лезет второе осматривается вокруг и второй меня замечает я сразу даю ему в рыло и все до свидания а вот тот который на камень залез я не успел по нему пострелять он залез за укрытие теперь я смотрю учен там вылазить не вылазит но видимо челик не из простых и вылазить сразу туда же где зацелили лучше лучше не вылазить потому что я в принципе смотрю на него я решил обойти левее подхожу к этим воротам выход окраина который начинается кстати не прям возле ворота там дальше прям посреди дороги бегу еще ближе к хижине диких для того чтобы посмотреть куда-то делся этот челик или не делся потому что там его друг сдох там по-любому у него много лута и можно подловить его когда он что-то будет там перебирать или может где-нибудь он подставится что-то мне послышал слева но скорее всего это я сам себя так сказать обманул своим же шелестом травы и так вылажу вперед потихоньку смотрю где тут что происходит слева принципе не вроде никого спереди хижина вдаль смотрю ничего не вижу вот бот идет даю вроде тычку но он не умирает и даю сейчас ваншотик до свидания смотрю вперед возле этого камня но ни черта не вижу показалось что то вкусу но я не понял где-то спереди мне это чел дает стычку и мой шлем выдерживает мой шлем выдерживает дорогой шлем очень дорогой шлем очень крепкий в принципе удобный дает он мне тупо куда-то в лоб не знаю точно куда он прицелился и куда он попал но как в итоге как я потом уже понял стреляет он из хантера и прицел у него довольно таки жесткий можно там микробов на соседней карте разглядывать как он мне не нанес урон в принципе очевидно как потому что я потом посмотрел с какого патрона он в меня стрелял и самый не пробивающий патрон который можно зарядить в хантер он его туда зарядил поэтому мой жесткий шлем который имеет много жесткой брони он не пробил не пробил потому что зарядил какой-то навоз себе в хантер поэтому в принципе и хорошо хорошо что он пылью какой-то стрелял они нормальными патронами и так я вернулся назад на холмик с камнями на холмик с камнями и рассматриваю вокруг опять что где происходит впереди смотрю может он где-то там покажется и смотрел также еще в сторону берега вдруг там кто-то обходит меня сбоку и смотрю не идет ли он слева там где я был может он не обходит по краю карты и сейчас еще буду рассматривать что там впереди возле хижины творится и в принципе по итогу я сейчас замечаю что тут бегают дикие а раз тут бегают дикие значит они никого не видят вокруг впереди там где камень там где я одного уже убил там где-то терся второй там бегают дикие значит там его нету я уже предполагаю что он скорее всего слева обходит меня либо он вообще ушел убиваю еще одного дикого я уже начинаю потихоньку ждать с левой стороны уже осматриваюсь в ту сторону смотрю где он может вылезти и он не дает второй выстрел по голове и в принципе мой шлем выдержал мой шлем выдержал но немножко контузила оглушила это чели крутит меня слева по краю карты и по моей тактике я ее сразу у себя в голове придумал я захожу еще левее он мне заходит слева фланга так сказать с фланга сбоку хочет зайти мне в тыл я захожу заходящему мне в тыл заранее ему в левый фланг и короче буду его сбоку расстреливать когда он придет он целенаправленно уже давно с левой стороны меня крутит поэтому я думаю что он не остановится он видит что я его много раз не замечал останавливаюсь не понимаю откуда он стреляет поэтому скорее всего он так дальше и будет действовать и я в принципе тут жду его варианта у него немного он либо слева пойдет либо справа ну в крайняк он может выйти прям не в лицо но я здесь сижу особо не шумлю потихоньку хожу смотрю слева справа и жду когда он подставится довольно таки долго я его ждал жду его тут выживаю сливаюсь с местностью и тут хоп идет челик этот чувака долго обходил меня и в принципе обошел настолько хорошо обошел что отправился в следующий рейд все казалось бы сейчас начнется проще уже убил кучу челиков и должно начаться что-нибудь простое по типу пойти полутаться из идти в сторону выхода но слышу вокруг диких это значит что они приперлись а надо их отстреливать вижу на камне дикий сидит даю ему в рыло и все до свидания все теперь точно будет легче но на самом деле пока что легче было да дальше будет только сложнее иду вперед думаю лутать не лутать но что-то страшно посреди поля лутать слышу впереди еще диких и этот дикий был самый дикий посмотрите как он меня пикает это нечто он просто вылазит и головой из-за камня пикает прячется опять вылазит но я ему даю в дыню здесь еще один дикий что-то кричит я ему кидаю гранату принципе аллилуйя до свидания все вот теперь точно начнется легче на самом деле нет итак осматриваю слева справа никого вроде бы не вижу и эту гранату единственную которую я кинул честно говоря лучше бы я оставил на потом но в принципе босс ним обхожу левее смотрю если тут кто-то еще или нет по сути здесь я все зачистил убил кучу ботов убил чвк убил вдали чего к в принципе я уже предполагаю что сильно много людей здесь уже не должно быть скорее всего ниш там где-то еще на карте друг друга поубивали может кто-то бота вздох или кто-нибудь нашел босса и не смог его победить но в итоге я короче уже рассчитываю что должно быть полегче вылажу на этот камень смотрю труп а впереди куча диких опять начинается стульба много стрельбы но никто по мне не попадает один убегает вдаль дал даю ему в затыль но кто-то стреляет я не вижу кто в итоге оказывается в кусту сидел дикий убивая его принципе все перестреляно поубивал еще пачку диких уже я тут на убивал целый вагон и здесь на камне лежит трупик но чет лутать мне его как-то стремно очень небезопасно он лежит прям на той стороне если я его начну лутать то я буду открыт под все поле побежал я в итоге полутать чувака который мне заходил с фланга осматриваюсь идет ли кто-то с берега или нет вроде все чисто ложимся и в принципе забираем все чего нам нравится вот его hunter забираем себе все что плохо лежит тоже берем с собой и я решаю пойти еще и друга его залутать обхожу слева по краю карты там где хижина диких здесь какие-то тут заросли непонятные травы я кстати когда по лесам лазил тоже такую траву видел она реально такая высокая противная и она почему-то все время какая-то сухая ее в другом состоянии никогда не видел такое ощущение что она прямо растет сразу сухой какие-то непонятные колоски непонятного хрен пойми чего из нее только прыжками можно что-то увидеть но такое себе удовольствие по траве прыгать слышу опять стрельбу и там где я был на том камне где куча трупов там походу кто-то пришел с берега я уже это предполагаю и слышу где-то бот но дикий меня назвал упырем кем они меня только не называли и гнида и вот теперь упырем ну короче я каждую каждый рейд я трансформируюсь в новое чудовище жду когда он вылезет прячусь тут потому что особо на диких боковать не хочу они обычно сами подставляются вот он высунул свою башку островы все до свидания смотрю там где была стрельба впереди с берега слева осматриваюсь вроде ничего тут нет и планирую уже идти к этому камню и лутать одного из чувака которых я убил 1 голову и здесь обидно что один из автоматов я на повторе посмотрел я просто его чё-то пробежал и проигнорил а он валялся отдельно на земле вот он валяется я чё-то его вообще не взял один автомат я все-таки себе заберу и hunter себе заберу и потом еще и свд какую-то найду потом дальше в итоге этот автомат который я сейчас подберу он не имеет автоматического режима но очень жестко стреляет я видел часто стримлеры с ним бегают и он довольно таки большой жесткий по сути это вообще не автомат изначально он вообще похож на какую-то винтовку снайперскую или охотничью но в итоге можно с него собрать такой вот звездолет и так смотрим вдаль что мы видим я лично побоялся лутать там на таком открытом месте а вот этот челе который в дыню получил ничего не боится ничего не боится вылез лег и что-то там пытался залутать я делаю сейчас очень неосторожный маневр я решаю пойти и полутать все то что там настрелял на этих камнях потому что потому что он жадность принципе мне и так уже много чего интересного есть еще идти собирать такое я пришел к этому месту где этот камень с кучей трупов осматриваюсь вокруг в сторону берега ничего там не вижу достаю эту винтовку как она там называется точно не помню м1 слышу что-то в кустах с перепугу стреляют честно говоря и не хотел стрелять но как-то так палец дернулся слышу впереди кто-то есть он стреляет у меня попадает но не пробивает оглушил меня по шлему я вижу впереди стреляю пару раз видимо не попал не знаю и он не выбивает руку сразу в черное с переломом и кровотечением слышу у меня рашет с левой стороны вокруг камня залажу на камень чтобы сверху его расстреливать но в итоге мне второй чел еще в спину стреляет а первый остается впереди стреляю от бедра и в принципе убиваю его в плечо в голову там куда попало перезаряжаюсь слышу 2 меня рашет сверху на камне жду вдруг он справа выйдет не выходит вот он сверху стреляю пушка у меня скажу честно очень жесткая и чел еще и лег и потом пока вставал я ему надавал в дыню покоцали они меня жестко выбили руку перелом кровотечение и все тело в красное но в принципе в принципе бронежилет у практически целый шлем у меня пострадал очень слабо всего лишь 5 хп стеклу шлема покоцали и 10 хп у самого шлема отняли в принципе малой кровью я отделался но хилиться я здесь буду долго пока не восстановлю все и даже руку буду останавливать медицинским этим хирургическим набором фух все вот теперь должно быть легче наконец-то теперь точно должно быть легче но стрельба еще будет и так что мы имеем мы имеем 5 убитых человек а это довольно таки много для меня как для новичка который только недавно начал играть и не все из них конечно были какие-то жесткие но в принципе они не были простыми кто-то обходил меня мне приходилось думать думать конечно в 2019 году это тяжело кто-то меня рашил кто-то обходил там куча ботов было в принципе катка выдалась на славу как для начинающего игрока и я конечно не хочу сказать что она прям какая-то невероятная но может быть старым игрокам покажется что эта катка была ну такая типа ну обычно может я не знаю но когда ты начинаешь только играть в эту игру и первый раз попадаешь в такие ситуации скажу честно эмоций было много сердце колотилось просто жесть руки тряслись и я даже с перепугу вкус один раз стрельнул когда кого-то услышал это короче было просто жесть здесь еще короче я налутаю какую-то свд черную забрал с собой кучу пушек хантеров шмантеров конечно наверное можно было бы унести и чуточку побольше и забрать еще одну пушку которая с в этом бою стрелял в ближнем бою очень на жесткая замечаю что некоторые люди с ней бегают она реально прям крошит в ближнем бою она не имеет автоматического режима но в принципе с нее можно натыкивать и натыкивать довольно таки жестко насобирал я там еще жетонов вагон и еще одна ошибка которая была в этом рейде которую я уже потом осознал я взял с собой жетонницу ключницу как она там называется кейсик для маленьких вещей и он у меня забит почти полностью ключами почти полностью ключами забит и эта ошибка в чем в том что здесь на карте лес нечего открывать этими ключами а раз нечего открывать зачем ее набивать ключами выходить на эту карту если я мог мелких вещей с собой всяких и жетонов набрать в эту сумочку и и в принципе оно бы не занимало много места таким образом я мог с этого рейда вынести больше а так мне некуда было эти жетоны складывать они занимали у меня много пространства а так они все могли в этой сумочке поместиться и все все иду на выход выход у меня снова блокпост оон на другом конце карты но скажу сразу что я до него не дошел не дошел и это трагедия потому что столько лута все равно я вынес потому что я не сдох я просто вышел чуть раньше нифига себе тут завернул сюжетик такой вышел я чуть раньше тут можно выйти через ворота с машиной заплатить 3000 рублей подождать немножко и в принципе уехать на ней тупо как крутой челик взял и уехал потому что о чем не пешком ходить я герой этого рейда поэтому могу себе позволить уехать на тачке очень красиво выглядит кстати вечерний лес мне принципе очень понравились эти катки и карта лес мне особенно возле окраины нравится очень сильно очень интересно там сделаны эти холмики и можно от них разыгрывать такие вот мини тактики прикольно мне понравилось и если в такой тарков играть постоянно то он нравится конечно много всякого негативного в игре встречаются но в такие рейды хочется играть и играть с вами был варчик играть красиво пока а но Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон»